Участником 14-го международного кинофестиваля «От всей души» стал российский актёр театра и кино Владимир Демидов, уроженец села Чамзинка Индинского района Ульяновской области. В 1986 году состоялся настоящий дебют актёра в сериале «Жизнь Клима Самгина». В последние годы Владимир Демидов снимался в сериалах «Лапси», «Вольная грамота», «Бессонов», «Старая гвардия», «Москва», «Три вокзала» и других. Владимир Николаевич, здравствуйте. Мы рады Вас видеть на ульяновской земле. Как давно Вы были в Чамзинке? Вы знаете, к моему стыду давно уже не был на моей малой родине. Потому что когда работа кипит, вообще с графика выйти практически невозможно, даже на один день. К тому же я сейчас являюсь ещё помимо актёрской моей профессии, я являюсь доцентом кафедры актёрского мастерства Института театрального искусства имени Кобзона, Народного артистов Советского Союза. У меня там свой курс тоже есть, четвёртый уже сейчас осенью будет. Поэтому времени просто к моему стыду нет. Но надо, надо как-то вырываться на это, хотя бы на один день, понимаете. Это как в той песне, которую поёт Вика Цыганова сейчас, Александр Яковлевич Михайлов про колену красную, помните, да? Он говорит, вернусь всё равно, вернусь своему порогу, своих коленей, своих черёмих и душистых, своим корням. Всегда мы все возвращаемся всё равно, понимаете? Даже если мы не бываем на своей малой родине, мы всё равно во сне, мы всегда там присутствуем. И от этого никуда не... А где, понимаете, где я родился, там она всегда у тебя в памяти. Дорогие земляки из Чамзинки, Чамзинцы, я вас люблю, обожаю, помню о вас, с теплотой вспоминаю. Спасибо о том, что есть моя родина. Я считаю, что Чамзинка для меня, для творческого человека, была пупом земли. Не то, что Москва, Питер, а именно Чамзинка, откуда я появился, где я родился. Так надо считать, потому что, если ты благодарен своей малой родине, она тебе воздастся теплом и добротой, понимаете? Поэтому я вам желаю добра, сил и везения. Пусть вам всем повезёт, пусть у вас будет много сил для того, чтобы ещё быть добрым. А быть добрым в наше время, когда, понимаете, что происходит, это дорогого стоит. Поэтому я вам желаю всего доброго. Владимир Николаевич, а вот как вы из деревни, такой дальней деревни, вдруг решились и поехали в артисты? А вот так вот, после четвёртого класса, после четвёртого класса наша семья переезжает в Инзу, в районный центр. Вот. Я ещё в четвёртом классе в деревне решил, что буду артистом, потому что кино показывают по неделям там, понимаете? Заводят, за неделю крутят Чапаева. Я посмотрел на Чапаева, думаю, я тоже могу так, господи, боже мой, махать шашки. Да легко. И у меня с четвёртого класса запало в голове. Я поехал поступать. Приехал, значит, в Нижегородское театральное училище, сейчас Нижегородское театральное училище имени Евсигнея Евгения Александровича. Вот. И специалисты по сценической речи просто обалдели, когда я начал говорить. А-а-а, когда? Ты откуда? Оттуда. Да. Володя, а как? Когда это? Нонча. Нонча, да. Вот там специалисты, педагоги схватили заголовок, говорят, боже мой, как же мы его будем исправлять? Мне сказали, если за год не исправишь, то мы тебя очистим. За год исправился, никакого говора нормально начал говорить. Вот так вот. А, кстати, диплом мне вручал сам Евгений Александрович Истегнев. Да. И он хорошие вещи сказал, когда вручал нам диплом. Говорит, если вас будут спрашивать, допустим, вы знаете такого актера, Упкина, Мупкина, Мупкина, главное, не забудьте свою фамилию в искусстве. По-моему, гениально, да? Очень. Так, а насчет фестиваля? Так, давайте насчет кинофестиваля. Вы в первый раз, не в первый раз. И как вас встретили сегодня, Ульянов? У меня встретили все очень прекрасно, душевно, тепло. Я второй раз на фестивале, первый раз был на десятилетии, десятый фестиваль был. А сейчас вот посвященный 100-летию Валентину Михайловну Леонтью. Вы знаете, что я с ней был знаком? На втором курсе театрального училища, она приехала в Горький тогда еще, снимать программу от всей души, посвященную Горьковскому автозаводу, автомобильному заводу, да. И наши студенты привлекли туда играть, Кузнецов, Доладчиков каких-то. И она гениально нам фразу тоже сказала. Она говорит, ребятушки, пожалуйста, не делайте вид, что вы очень сильно любите зрителей. Не надо перед ними лебезить. Любите их искренне, по-доброму. И будьте самим и собой. Вот это мы запомнили. Так что мы с ней столкнулись. И поэтому я считаю, что это самый теплый, душевный фестиваль, добрый фестиваль, именно для семейного просмотра. Хотя, понимаете, тем более у нас сейчас все идет на укрепление семьи, это здорово. И хорошо, что у нас и президент занимает такую позицию нравственности и семейного нашего жития. И здорово. Поэтому хорошо, что существует такой фестиваль. Я желаю ему плавания хорошего и много-много-много блага и лета этого фестиваля. А что вы представите на кинофестивале? Я представлю фильм «Огород». Это история о нескольких женщинах, которые находятся уже, так сказать, на пенсии. Но они каждую весну уезжают на дачу. Вот. Одинокие женщины. И там чувствуют себя просто с землей, с садом в гармонии. Но однажды одной женщине повезет в личной жизни. И вот там поворот такой хороший, интересный. Я советую посмотреть этот фильм. Замечательный фильм, который вот именно в этой тематике душевно-семейного кино «Огород». Вы там роль исполняете? Нет. Я знаете что? Я мечтаю, что в следующий год привезу фильм, который будет называться «Переплетенные». Где это полный метр, где я воплотил роль бывшего главного режиссера столичных театров, который отказался ставить спектакль, который у нас, знаете, выпускает голых женщин, голых мужиков матеряться. Я отказался напрочь. А начальство сказало, ну не будешь идти много со временем, мы с вами должны проститься. И я уезжаю принципиально в деревню, в Сибирь. За мной едет декабристка, актриса, которая у меня была звездой. И вот 10 лет я живу в деревне, нашел там свою нишу эту деревенскую, одеревенился, так сказать. Понимаете, туда приезжает Прилевин, знаете, намек на писателя известного, писатель. У нас между ними философские отношения начинаются отношения к жизни. Это очень нравственный, очень нравственный фильм. Я надеюсь, что на следующий год, дай Бог, Бог нам даст силу привезти его сюда. Там у меня главный роль. Спасибо, мы будем очень ждать. Спасибо. Спасибо большое. Спасибо. Удачи вам, земляки. Всего вам доброго. До свидания.